На медне в православной столице Урала Верхотурье одинокий рыбак, уцепившийся зябшими руками за мелкую льдину длиной в человеческий рост не больше, со скоростью атомного ледокола дрейфовал по могучей туре. Метрах в сорока от берега льдина каким-то чудом зацепилась за подводный камень и неожиданно остановилась. Сдрейфанувшего мужика заметили с берега и к нему на выручку поплыли огнеборцы на двух резиновых лодках. Течение было таким сильным, что пожарные с трудом, загребая веслами, причалили к той самой льдине. Рыбак переполз в одну из лодок и спасатели погребли наискосок к берегу, где их уже ожидали четверо бойцов 71-го пожарно-спасательного отряда и еще карета с курой. Помощь врачей дрейфанутому верхотурскому рыбаку не понадобилась. Его от переохлаждения в ледяной воде спасла та самая льдина. В Верхотуре, конечно, не такая теплень, как в Екатеринбурге, но даже там реки уже освободились от льда. Одному черту ведомо, где рыбак нашел лед, чтобы в нем луньку пробурить. Но, похоже, он буром ту льдину и расколол, и на обломке его понесло вниз по течению. До Дарвиновской премии за безбашенность верхотурский рыбак, конечно же, не дотянул. Но был близок к тому. Своими руками он отпилил символический сук, на котором сидел. И если бы не поперешный камень на туре, неизвестно, чем бы все закончилось. Если же припомнить недавний рыбацкий случай в Красноуральске, когда пожарный даже у берега по пояс провалился в ледяную воду, спасаясь от овласого рыбака, его из полыни пришлось тащить на штурмовой лесенке, как на санках, на веревках к берегу. Нужно признать, такой вопиющей рыбацкой оголчелости в прежние ковидные и даже доковидные весны как-то не наблюдалось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова